Магнитогорская баскетбольная команда «Динамо» не сумела выйти в финал Суперлиги 2. Ей удалось одержать одну победу в Чебоксарах, но дома подопечные Олега Игумнова проиграли обе встречи и теперь поборются за бронзовые награды. Подробности далее. В первом матче на паркете Дворца имени Рамазана хозяевам не хватило для успеха совсем немного. К середине стартовой четверти они оторвались на 12 очков, однако в перерыву растеряли большую часть своего преимущества 21-19. Почти 4 минуты в начале следующего тайма «Динамовцы» не могли забить и позволили ястребам захватить лидерство. В какой-то момент отрыв Чебоксарцев достиг плюс 16, но концовку магнитогорцы сыграли ударно. За полторы минуты они набрали 10 очков подряд и закончили дебютную половину встречи со вполне комфортным отставанием 36-42. Третью четверть хозяева провели уверенно, а за счет очередной удачной концовки даже сумели выйти вперед 56-52. Заключительный тайм получился самым результативным. На двоих команды набрали 73 очка, почти столько же, сколько за всю предыдущую часть игры. Магнитогорцы вели плюс 8, проигрывали минус 9, флотную подбирались к сопернику, но в итоге все же уступили 89-92. А вот в последнем матче серии упорная борьба шла только до большого перерыва. Первую четверть хозяева выиграли со счетом 23-18. Во второй гости сократили разрыв до минимума 41-40. Переломным стал третий тайм, который «Динамо» проиграла по всем статьям 8-31. Более 7 минут магнитогорцы не могли набрать ни одного очка, и за это время соперник решил исход встречи, а в заключительном отрезке лишь закрепил свое преимущество. Итог 72-100. Ястребы вышли в финал, а подопечные Олега Ягумнова ждут соперника по бронзовой серии. Он определится 1 апреля, когда Тамбов и Ставропольская «Динамо» сыграют пятый решающий матч своего полуфинала. Павел Берсенев, Павел Зайцев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.